И вот они входят в зал. 30 человек, которые стремятся попасть в сборную команды Дворца культуры юбилейной по самбо и в будущем могут стать всероссийскими чемпионами. Новый спортивный год традиционно начался с веселых стартов, включающих в себя и элементы борьбы. По традиции мы начинаем наше спортивное мероприятие в Дворце культуры юбилейной с веселых стартов. Ребятишки сегодня будут соревноваться как в физической подготовленности, тактической подготовленности. И также мы придумали хитрый конкурс для умственного развития. Я почти год здесь занимаюсь. То есть это твой первый спортивный старт? Да, это мой первый спортивный старт. Какие у тебя были места? Первый раз было третье место, потом первое, потом второе и дальше пошло по первым местам. Здорово, значит ты идешь к вершине? Да. Борьба помимо технических действий требует и физической подготовленности. Спортсмены должны уметь правильно видеть своих конкурентов, ведь в спорте ни в коем случае нельзя недооценивать соперников. Спортсмены должны предвидеть действия атакующих, но и этого недостаточно, ведь они должны вовремя их заблокировать, отразить или обернуть против них их же удар. В этот раз в веселых стартах ребята должны были пройти такие испытания, как челночный бег, подтягивание, прыжки на скакалке и перетягивание каната. С каждым годом секция расширяется, а сейчас она насчитывает 70 человек, но наставники по-прежнему ждут новых ребят. Надеюсь, что те смогут развить не только свои физические данные, но и моральные принципы, честность, достоинство и справедливость. Ребята тут учатся не только мужеству, стойкости, они учатся тому, что нужно гармонизировать в жизни знания и спортивную жизнь. И что можно заниматься спортом с очень хорошим настроением и получать замечательные результаты. Я получила желтый пояс по одзиду, но буду стремиться уже к оранжевому. Почему ты решила пойти на спортивную борьбу? Мне было это интересно, хотелось попробовать себя в чем-то новом и решила выбрать сам. Участники продемонстрировали свою физическую готовность, соревнуясь друг с другом. Несмотря на свой возраст, все они уже поражают своей силой и ловкостью. Эти спортивные игры были рассчитаны не только на индивидуальные качества ребят, но и на командный дух и организованность. Так первое место заняла команда «Стрельцы», продемонстрировав скорость и ловкость. Второе место досталось команде «Химик», показавшей пример настоящего командного духа. Третье место заслужила команда «Амон», отличившаяся силой. А четвертое забрали себе «Бурые медведи», немного отстав от остальных. Анастасия Сибирякова, Михаил Петров, Руслан Полянин. Новости Искровект.